Мяу, можно в слоу-моушен коллекционировать все падения главных героев GTA V. Да, я нажимаю капслок и у меня не работает фокусировочная вот эта шкала. Я могу его просто LKM запинать? Только честно, игра. Только честно. Никаких блоков, никаких тут спецатак и так далее. Можно я просто его вот так вот запинаю? Я думал, что этот день уже никогда не настанет, но добро пожаловать на самый непроходимый мод для GTA V. Напомню для тех, кто не знает. Я уже проходил на свой канал полностью GTA San Andreas и GTA Vice City только с одним ХП. Ссылки на эти плейлисты вы можете найти в подсказках вверху справа на экране. И в общем, посоветовавшись с вами, я решил попробовать это сделать в GTA V. Посмотрим, какой будет фидбэк. Давайте так. Попробуем набрать на данной серии как можно больше лайков, и тогда я выпущу также полное прохождение GTA V только с одним ХП. Ну что ж, сегодня мы с вами начнем. Естественно, сюжетный режим уже нажимаю. Честно говоря, у меня мало опыта в прохождении пятой ГТашки. Я ее проходил всего лишь два раза, в отличие от Vice City и San Andreas, поэтому во многих моментах мне придется опять что-то выдумывать для того, чтобы обойти то или иное место. Но я надеюсь, вам понравится данный видеоролик. Во всяком случае, тематика обещает быть очень интересной. Итак, для начала вам надо устроить небольшой шоу-кейс по данному моду. Итак, первый вопрос. Можно ли установить этот мод на лицензию GTA V? Ответ – да, потому что я так и делаю. Только не заходите с ним в онлайн. Как вы видите прямо сейчас, я даже панорамирование вам сделаю, ХП Майкла равняется практически единице. Но вообще, на самом деле, оно и равно единице. Объясню. Автор мода – очень странный человек. Для того, чтобы мод работал корректно, вам нужно самому заниматься правкой. То есть, прямо сейчас на экране вы увидите небольшой скриншот, как должны выглядеть все ваши значения внутри данного мода. Если вы захотите это сделать, и у вас, допустим, Майкл будет умирать ПКД, как только вы будете запускать игру. С этим фейлом я тоже столкнулся. И, конечно же, пишите свои тактики прохождения тех или иных миссий, и обязательно напишите миссию, на которой вы думаете, я точно застопорюсь. Это самое главное. Ну что ж, мой 100% сейв пока что уходит на второй план, а мы с вами начинаем. Итак, новая игра. Поехали. GTA V с одним ХП. Людендорф, Северный Янктон, 9 лет назад. Господи, как давно это было. Ну, значит, это обычный налет на банк. Ну, тут все нормально, все в порядке. Да, слушайте, у нас ничего не случится. По-моему, игру надо чуть погромче. Ну что, друзья, один удар по Майклу. Ну, не только по Майклу, естественно. Один удар, одно пулевое ранение, одно падение, допустим, если вас собьет транспорт. И все, на этом заканчивается его история, и мы продолжаем с контрольной точки. Напомню, кстати, о том, что в GTA V довольно длинные миссии. Поэтому, если я буду проходить буквально по две миссии, наверное, за серию. Ну, естественно, они будут сложными, да, там, какое-нибудь ограбление в Палета Бэй. То не удивляйтесь, что серии будет так много по GTA V. Так, достаньте телефон. Ага, подрываем. 3, 2, 1. И... Готово. Блин, какая же первая миссия клевая в GTA V? Кстати, держу в курсе. По-моему, 13 апреля 2015 года GTA V вышла на ПК. И как символично, что именно в этот день я записываю данное прохождение. То есть ровно 5 лет назад. Офигенно. Так, друзья, забираем кэш. Все нормально. И, по-моему, в этот момент сейчас Майкла должны схватить. Что-то у меня, кстати, катсцены вот эти вообще не пропускаются. Какого черта происходит? Ладно, все, пошли, Тревор. Все, Майкла поймали. Тревор, ну что ты думаешь? Ты забываешь тысячу мелочей за день, но сегодня будет одна из них. Так, переключаемся за Тревора и гасим чела. Йоу! Изи. Сейчас вы скажете, спектр, но ведь в GTA V есть небольшой буст по поводу прохождения с одним ХП. Это броня и спецспособность персонажа. А теперь обратите внимание в нижний левый угол. Броня в этом моде недоступна. Также ее нельзя подобрать. Я вам говорю серьезно. Во-вторых, в этом моде полностью отключены способности персонажей. То есть я буду играть всегда в реальном времени. Без брони, без способности персонажа и только с одним ХП. Вы думали, тут какие-то шутки-шутки? Нет, тут все серьезно. Поэтому, по идее, неважно за какого персонажа я даже играть буду. Я даже в гонках за Франклина не смогу замедлить время. Так, давай. Ну что, сейчас выходим на улицу. Я хочу переключиться за Майкла. Мне не дают это сделать. Майкл мой любимый персонаж. Ну что, друзья, поехали, да? Значит, сейчас у нас маленькая проблема. Приезжают копы. Я предлагаю с ними сейчас со всеми расправиться. Потому что если я это не сделаю, это будет конец. И копы здесь, по идее, не бесконечно респавнятся. То есть у них есть какое-то определенное количество. П основная проблема в том, что мне нужно потом от укрытия к укрытию будет перебегать. А сделать это очень сложно. Чуваки, вы там будете вылазить, нет? О, вижу еще одного минус один. Потому что, по-моему, все, можно двигаться. И самое главное, в GTA 5 есть система контрольных точек. Мне это очень сильно поможет. Потому что, если бы я проходил миссию заново, это было бы точно нереально для меня. В какой-нибудь Палета Бэй даже условно. Здорово, пацаны. Я пришел по вашу душу. Меня зовут мистер Тревор Филлипс. Еще полиция. Я никогда не мог подумать, сколько здесь в паралоге вообще полиции спавнится. Пока не установил это дело. А, ну, переключимся на Майкла просто. Мне нравится этот персонаж. Так, еще. У него, кстати, то же самое оружие, что у Тревора. Это тоже нужно иметь в виду. Ну, если, например, персонажу одному ты купишь калаш, а другому М-ку, мне, например, с М-кой всегда проще было ходить. Так, еще проблема. Я успею их перестрелять или нет? Здорово, господа полицейские. Ну, знаете, пролог прошелся довольно легко и быстро. Так, залазим в тачку. Слушай, по нам же, по-моему, не буду стрелять во время пролога, да? Поэтому я, в принципе, сейчас в безопасности. Черт, водителя убили. Выкидывай его, брат. Вот так. Он нам уже больше не нужен. Ну, все, друзья. Финишная прямая. Кстати, напомню о том, что на канале есть прохождение GTA 5. Ну, это и так понятно. И прохождение GTA 5 полностью от первого лица. Прохождение довольно старое. Там убогая микра. Но комментарии просто 10 из 10. Поэтому рекомендую ознакомиться. Если, как говорится, хотите посмотреть на олдового спектра. Надо успеть перескочить поезд. Да, я успею это сделать. И все, готово. Ну, считайте, что пролог пройден. Это начало нашего прохождения GTA 5 с 1. Все, мы потеряли Брэда. Надо как-то выбираться отсюда. О, черт. И Майкла мы потеряли. Ну, что ж, остался только Тревор. А вот сейчас... Ну, вот, друзья, готовьтесь. Это была самая первая смерть. Таких в прохождении будет еще около 30 тысяч, наверное. Ладно, ребятки, я буду в этот раз действовать поаккуратнее. Значит, мы высовываемся. Разбираемся с тачкой первой, с тачкой второй. Я, говорю, буду поаккуратнее себя вести. А это означает, что я просто высунусь и снова подхвачу какую-то шальную пулю. Готово. У меня есть что, автоима нету? Нет, слушай, это реально будет сложно. Подожди, а может в этом моменте не надо отстреливаться? Типа, может просто надо переждать? Ну, пока реплики все не пройдут и так далее. А, слушай, я совсем забыл о том, что можно стрелять из укрытия. Точно. Старая добрая механика, про которую я забыл. Знаешь, чем ключевая проблема? Они, по-моему, все равно могут попасть... Да, они все равно могут попасть по главному герою, если ты из укрытия стрелишь. Все, я не выпендриваюсь. Все, сейчас все будет. Пропуск, пробел? Что означает пропуск? Эээ, нет, я это пропускать не буду, я хочу все сам пройти. Мааа, можно в слоу-моушен коллекционировать все падения главных героев GTA 5. Повторно. Слушай, а может все-таки их надо убить по сюжету? Как считаете? Это не я взорвал. По-моему, их слишком много здесь. Он так... Не, по-моему, их тут слишком много. Вам так не кажется? Слушай, надо какую-то тактику выработать. Я уже в первом задании просто вздыхаю. А, так там просто назад можно было отойти. То есть там не обязательно даже было... Ой, извините. Там даже не обязательно было стреляться с ними. Там надо было просто шаг назад сделать. Типа Тревор отступает. Окей, ладно. А Майкл-то жив-здоров. Как бы. Rockstar Games Presence. GTA 5. Игра с отличным сюжетом. Я помню, в топе лучших сюжетов я ее даже на второе место поставил. Такие дела. Но для меня начинается отдельная страница безумием на канале. Grand Theft Auto 5. Здесь я должен подписать 1 хп-мод. Самое сложное... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА